Дмитрий Медведев потребовал довести до конца расследование причин касающегося, качающегося моста в Волгограде. Об этом президент заявил на встрече с представителем счетной палаты Сергеем Степашиным, который рассказал, что следствие выявило много нарушений, допущенных при строительстве объекта. Мы вышли на прямые финансовые нарушения на сумму 152 миллиона рублей. Это нецелевое использование бюджетных средств, проведение вне конкурсов различного рода подрядной организации РГАЭКП. Второе, это удорожание почти на полтора миллиарда рублей. Проект связано с тем, что люди, которые отселялись с мест, где строился мост, это что-то похоже на меритинку, там, слава богу, порядок на меритинке, вы знаете. Людям просто давали деньги, опять же, не рассчитанные, не просчитанные. И сегодня мы эту сумму инкоминируем администрации Волгоградской области, потому что 9 миллиардов из 13 были потрачены из бюджета, остальные были вложены в местные администрации. По всем этим материалам мы сейчас направили документы и акты, и отчеты в следственные органы, в Генеральную прокуратуру, и вместе с ними уже работают по конкретным уголовным делам. Ну и последнее, конечно, ни в какие ворота не лезет техническая документация, я вам правильно скажу. Мы не специалисты с этой точки зрения, но даже взгляд аудиторов, не являющихся инженерами, говорит о том, что действительно она не выдерживает никакой критики, к сожалению. Слава богу, что называется, что мост выжил. Ну и люди не пострадали. Люди не пострадали, да. Знаете, надо, конечно, довести это до конца, потому что мы не можем сохранять объект без каких-то улучшений технических, если он грозит обвалиться. Если, конечно, экспертиза придет к выводу, что все это нормальное, будет служить, ну тогда пожалуйста, но я думаю, что сейчас ни одна экспертиза на себя это не возьмет, особенно после тех выводов, о которых вы говорите. Поэтому следственные органы пусть разбираются с виновниками, но администрация думает о том, каким образом укреплять мост. Значит, нужно подключать специальные структуры, которые этим занимаются, для того, чтобы этот мост был надежным.